Почти 800 миллионов люминесцентных ламп ежегодно выходят из строя. По данным Агентства охраны окружающей среды, большая часть из них в итоге попадает в обычный мусорный бак. Тем временем, всего один грамм ртути может отравить, например, почти гектар водоема или стать причиной экологического ущерба. Но большинство потребителей не знают не только об опасности, но и о том, что делать с использованными лампами, в которых содержится ртуть. Надежда Пчелина снимает эту квартиру несколько лет. Пару месяцев назад решили вместе с хозяевами заменить все светильники. Старые люминесцентные лампы сложили в дальний угол. О том, что в них ртуть, которая, доведись лампе разбиться, попадет в атмосферу, студентка в курсе. Потому и было решено в мусорный ящик лампы не выбрасывать. В газете прочитала недавно, что, оказывается, эти лампы вредные, и их необходимо задавать. А куда задавать, не знаем. Все люминесцентные лампы содержат ртуть от 1 до 70 миллиграммов. Это ядовитое вещество первого класса опасности. Даже такая незначительная доза может причинить вред здоровью, если лампа разбилась. Если постоянно подвергаться воздействию паров ртути, то они будут накапливаться в организме человека, нанося вред здоровью. Когда заканчивается срок службы лампу, лампу выкидывают в мусорный контейнер. Делать этого нельзя. Лампа может сломаться. И пары ртути попадут в воздух, в почву или в водоемы. В российской столице ртутные лампы принимают в каждом ЖЭКе. В Кирове до недавнего времени было только одно место приемки. Но с недавних пор возможностей стало больше. В городе появились дополнительные пункты сбора вредных ламп, откуда их увозят на утилизацию с соблюдением экологических стандартов.